специфика в нашем при азовской зоне мы все говорим слово болезни общим словом на самом деле этих болезней на зимах зерновых не так много мы всегда любим большое там слово какое-то пугать что-то вот там такие то такие то проблемы но нужно их называть конкретными конкретную терминологию применять вот на данный момент о чем мы можем себя констатировать это наличие септориоза переносфороза перенофороза да и прикорневые гнили вот прикорневые гнили они случаются не часто и этот год явился вот их ним скажем так отличительным этот в этом году отличительной особенностью было это наличие офиоболез вот поэтому прикорневые гнили офиоболезной природы они были особенно были по предшественнику озимая пшеница еще больших себя проявили там где зимой пшеницу высевали уже как по предшественнику на третий четвертый год увидели убрали урожай увидели потери которые достигали до 50 процентов поэтому эта проблема перенасыщения сева оборота зерновыми культурами рано или поздно она всплывает отдельно по годам вот 2023 явился у нас вот таким ну скажем следующим годом который которым это все проявилось после такого года все начинают сокращать предшественник озимая пшеница пытаются какие-то там еще технологии использовать не будем о них говорить в прямом эфире вот поэтому здесь так вот такая специфика этой болезни что она ее нельзя спрогнозировать заранее и она вызвана при первую очередь выпадением конкретного количества осадков в определенный промежуток времени ну в основном это у нас в тридцать девятую фазу выход потом флаг листа в этом году заражение произошло в конце апреля ну у некоторых в начале мая это особенно на тех полях где были где было много этой инфекции в запасе и вот такое большое количество осадков послужило заражению ничего сделать с этой болезнью невозможно никакие не фунгициды по вегетации ничего не поможет вот многие люди даже у себя этого и не ощутили потому что она могла возникать вокально по полю и просто вот эти посветлевшие пятна по полям их было видно на склонах на полях которые хорошо просматриваются либо механизаторы при обработке фунгицидами сообщали своим агрономом руководителям ну а так в целом когда уже все подошло к уборке этих афибролизных пятен ну отличить невозможно было просто был пустой колос а растение выглядело так же как и здоровые сухие вот это особенность этого года знаете вспышка фузариоза это конечно тоже такая как бы болезнь да которую по большей части в нашей зоне всех пугает но мы вот в течение довольно таки продолжительного времени массово с ней не сталкивались вот да опосредованно мы видим что возможно часть каких-то зерен поражено да некоторые рассматривают колоси видят на них какие-то фиолетовые оттенки там розовые ну и говорят это фузариоз на самом деле невозможно так диагностировать без скажем так спец профессионального оборудования без лаборатории чтобы точно сказать сколько фузариоза у вас конкретно на поле и какая степень его поражения это все являются нашими домыслами но погода для возникновения фузариоза на наших полях она этому способствует единственное что наш регион немножко отличает от фузариозно опасных то что у нас процент кукурузы в севообороте либо он очень мал либо вообще его нету то есть кукуруза как культура у нас не сильно распространена особенно зерновая поэтому я думаю что фузариоз это конечно болезнь которая нас тоже постигнет у нас много чего не было а потом возникла идет все равно изменение климата снищение зон то есть мы видим более теплые зимы более продолжительную там примеру весну более дождливое лето соответственно это все повлияет и я не ну ни в коем случае не говорю что мы пока для нас там фузариоз это не опасное заболевание оно опасное но мы еще с ним массово не столкнулись поэтому что то либо говорить в этом году о нем я думаю ну мы по крайней мере на своих полях его нигде массово не отмечали потому что в основном это зерна щуплые которые сходят их легко обнаруживать по потерям за комбайном да и сама урожайность на поле будет говорить о том что это это ну какие то есть проблемы плюс зерно сдается получаются декларации сдается семена сдаются в российских коснодзор для проверки соответственно какие то либо если бы там были проявления нам бы об этом сообщили мы могли бы да да с уверенностью сказать на данный момент такой информации у нас нет я думаю что нет потому что здесь все таки палка о двух концах да сама влага она также активизирует и полезную микрофлору в почве которая будет бороться с патогенной если есть создадут на то определенные условия вот это первую очередь развожение пожневных остатков заделка правильно измельчение соломы при уборке все это будет являться определенными факторами когда эта солома будет перерабатываться превращаться в органическую потом меня минерализироваться вот более появляются будут появляться более доступные элементы питания то есть что такое солома и все остатки побочная продукция да которая из почвы вынесла то что туда вносили у разных культур это разная степень выноса как вот неудивительно подсолнечник мы всегда думаем что он очень много с собой забирает элементов питания но на самом деле это одна из самых экономных культур с масло семенами извлекается не так много фосфора калия азота основная часть остается в листовой массе у азимой пшеницы конечно процентовка совсем другая многое мы с поля забираем питательных веществ но та солома которая остается она как бы по идее является основным субстратом для развития патогенной микрофлоры и от того как будет проводиться работа с этой соломой будем мы назовем ее борьба с дневными остатками от этого будет зависеть и дальнейшая скажем так степень поражение озимых культур или там других зерновых культур болезнями здесь накоплен довольно довольно таки большой опыт по применению деструкторов стерни по подбору сортов по подбору скажем так технологий для подготовки под озимую пшеницу это и глубокая вспашка и многое много элементов тех которые это все нивелирует плюс не забываем что сейчас довольно таки современные протравочные комплексы у многих уже стоят более используются семена с тех участков на которых фитопатогенная ситуация была благоприятная либо применялось большое количество фунгицидов проверенные семена все это в сумме да и протравители современные многокомпонентные все это в сумме конечно даст уверенность спокойно сеять озимая по озимой но избегать тех полей где озимая была уже два года этого делать ни в коем случае нельзя плюс для семенных хозяйств с 1 сентября вы все знаете вступает закон в силу который говорит о том что все семенные посевы будут опробированы элитой первая репродукция там где не было предшественников озимой пшеницы это тоже ну заставляет пересмотреть все в оборот и немножко озимую пшеницу урезать все в обороте соответственно вот все все эти факторы они будут благоприятно сказываться на фитопатогенной обстановке и вопрос в том что урожай пшеницы в этом году он может быть отчасти у кого-то и потерян из-за болезней но я думаю что больше урон в этом году нанесли гербицидные обработки а вот на конкретно фунгицидной обработки люди не жалели ни средств понимали что зреет хороший урожай пытались все обрабатывать это тоже дополнительный фактор что патогенная микрофлора ее ну чаша весов склонится не в ее пользу хотя она всегда есть она всегда присутствует полностью обезопасить себя от этого нельзя это как и любую любой живой организм он на хоть но будем говорить саморегулируется мы можем только немножко либо ему мешать саморегулироваться либо помогать наверное просто не просто накопится больше инфекции для этой инфекции будет облегчен путь для попадания на зимой пшеницы то есть принципе зимующие формы грибов да да те же мы как называем например мы можем это четко проследовать по осеннему секториозу к примеру можно провести даже такой эксперимент и если половина поля солому заделать а половина поля оставить солому лежащей на поле и провести прямой посев который ну эта технология довольно таки уже опробирована многие ее используют вот прямой посев по пшенице то мы увидим там где солома была на поверхности мы увидим большое распространение осеннего секториоза да это все можно регулировать фунгицидами да это это с этим есть меры борьбы но то что там будет этого секториоза больше чем на заделанной части это очевидный факт с этим никто не может поспорить это равносильно так же как и оставлять поля например с переросшей дискурении софии да сорняком и каждое растение вам даст столько семян что по нашим подсчетам на зимом ячмене у нас было на квадратном метре 600 растений вот представьте квадратный метр и 600 маленьких дискурений да которые готовятся вырастить и перезимовать то есть в природе так все есть если вы даете возможность и условия для развития своего потомства да то она вас воспримет это благоприятно и будет вас благодарить что вы даете возможность данному виду заболеваний развиваться это связано на пожалуйста так же и с головной и совсем-совсем то есть здесь мы вот принципе сами управляем всеми вот этими негативными факторами вот конечно тяжелее ситуация обстоит в этом плане с какими-то корневыми гнилями да которые причислены там офиоболез гибелина которые причислены к трудно решаемым ну я думаю здесь каждый агроном знает какие у него проблемы были на поле соответственно он будет стараться там где эти проблемы были либо поменять культуру либо соблюдать принципы сего оборота ну всегда золотая середина должна присутствовать плюс не забывать о достижении нашей селекции о толерантных сортов корневым гнилям и прочее прочее соответственно вот такой пример о том что незаделанная солома будет являться большим источником инфекции это мне для меня кажется однозначно но дополнительно она будет служить конечно фактором сохранения влаги здесь как бы вот но это все дополнительные факторы их надо рассматривать отдельно на самом деле сейчас обеспеченность техникой орудиями тракторами такая что нам позволяет после уборки проводить мелкую спашку там где мы собираемся сеять озимый рафс озимый ячмень по предшественнику озимая пшеница тем самым эту солому заделывая во влажный свой она там разлагается потом мы производим качественный серв да если еще получается и выпадает влага осенью и весной то принципе солом и теплая погода солома успевает разложиться тех слоях и не оказывает негативного действия а это негативное действие многие наблюдали засушливые годы когда корневая система достигала запаханных корней ой запаханной соломы корнями своими и проявлялась в виде резкого пожелтения полей то есть поля испытывали фенольное отравление которое возникает при разложении солома ну и прочих веществ они все должны разложиться должны пройти все химические реакции и тогда только корневая система может спокойно проходить развиваться в этом слое но технология пахаты она такая вот очень скользкая штука потому что не всегда это влага есть в почве и не всегда есть возможность но все это своевременно провести хотя многие хозяйства проводят след за комбайнами принципе успевают испахать и разделать и закат ну катками разрушить эту мелкую глыбу до раскультивировать подготовить по типу полупара но это не всегда получается поэтому некоторые поля приходится проводить там традиционную нашу старую тут уже подготовку с приемом несколько дискований и на таких полях мы проводили в этом году эксперимент у нас очень было там большое количество соломы мы брали в инструменты для решения этих проблем такие следующие инструменты это выжидательная скажем такая стратегия стратегия мы не спешили на это поле бежать да сломя голову там что-то делать поотвожили туда 300 килограмм сульфата аммония и порядка пяти литров стерня 12 компании башенком вот ну препарат этот выбрали потому что мы его уже проверяли проверяли наличие там триходермы делали различные эксперименты подключали другие институты нам было интересно посмотреть действительность или та триходерма которая находится в канистре попадают почву потому что мы знаем что почве существует своя родная триходерма можно также канистры разливать обычную воду да говорить людям вот покупайте нашу триходерму они скажут а как мы проверим и скажем да почве копайте ищите там триходерму найдете они естественно ее найдут ну понимаете это вот бизнес я вам уже предлагаю можем завтра фирму с открыть вот поэтому мы это все проверяли это все смотрели там действительно существует несколько штаммов которые попадают почву которые закрепляются мы еще не можем понять насколько они там эффективно переносят у нас там засуху морозные зимы да ну уже как бы видим что благоприятные влажные годы это триходерма работает и при вот эксперимент чем заключался при наступлении благоприятных условий когда мы видим что будет выпадение каких-то осадков какой-то фронт заходит дождевой мы вносим эту стерню вносим сульфат аммония все это задисковываем и ждем результата в этом году мы так сделали на площади 160 гектар никаких потом последствий по прохождении вегетации мы не видели тех офиоболезных пятен которые были даже по вспаханному предшественнику ну то есть понимаете где произошла пахота да где как бы как бы нету остатка возимой пшеницы но инфекция она все равно присутствует почве ему то есть одно из наших скажем предварительных заключений но это необходимо все подтверждать неоднократным экспериментом не однолетним да многолетние только эксперименты можно брать во внимание вот что триходерма позволила нам по крайней мере сдержать распространение офиоболеза это поле мы убирали к сожалению пять раз на это поле заходили дожди выгоняли комбайн у нас было но как заколдованное мы пять раз к нему приступали начинали убирать 70 центров закончили 65 вот то есть но это потери при уборке но при той как мы говорим запасе патогенной их источника патогенных источников в виде совом и потому что в предыдущем году мы тоже убрали там 70 центров вы представляете сколько там было совом и тем более сорта там возделались такие как шарм это очень сорт неустойчивых заболеваниям который капризный за ним нужно присматривать у него очень большая тоже биомасса вот соответственно вот такой получился эксперимент я думаю что мы его продолжим в таком же русле да и необходимо здесь отметить что применение в этом году деструктора стерни при такой наличии влаги оно вообще как бы ну мечта тех кто занимается биологическим земледелием да вот они все время говорят что там то влаги не было не сработало вот этот год пожалуйста работайте выбора трехкодермы много здесь каждый может сам решать вот что ему конкретно выбирать но наша краткая рекомендация это уходить от норм которые прописываются производителям с точки зрения уменьшения нагрузки финансовой на хозяйство на самом деле деструкторов стерни этих применять нужно ну мне кажется в большей концентрации но опять же это частное мнение которое ну не обязывает просто это вот наше такое умозаключение потому что в европе те же препараты насколько нам известно и рассказывали специалисты которые пытались обмениваться там мнениями оно применяется ну в дозах в 10 раз превышающие наши поэтому вот здесь больше вопрос о количестве вносимые трехкодермы потому что у нас всегда все люди сомневаются как один миллиграмм чего-то может повлиять на аж на целый гектар вот каждый может этот эксперимент провести даже на небольшом участке вот взять и повысить я понимаю что сейчас система сатурн может быть микробиологические препараты какие-то там как зарегистрированы нельзя превышать нормы там и все прочее но можно для себя даже провести этот эксперимент взять и обработать большим большей концентрации какой-то небольшой кусочек поля задисковать и посмотреть мы такие эксперименты делали в ящиках отбирали вот эту солому которая обработана да в действительности она перегнивает гораздо быстрее вот в этих небольших экспериментах эффект работы трехкодермы он виден а вот как но там это где есть влага а когда вот уже все немножко подсыхает и менее благоприятные условия для трехкодермы вот там уже конечно вопрос технологии применения запасной вариант препарат хорошо сохраняется если вы уже купили этот препарат он у вас на складе ну пошла засука задули ветра плюс 40 градусов как у нас в августе бывает вся степь выгорает начинаются в лесные пожары и прочее прочее мы говорим да куда ее применять верхний слой же пересох то эту стерню мы очень применяем ночью весной под ротационные бороны и тоже такой у нас эксперимент есть по зерновой кукурузе которая дала 110 центров с гектара соответственно мы не могли там выжигать стерню мы посеяли очень поздно там озимую пшеницу там было огромное количество опозненных остатков мы думали что это просто вызовет такой там всплеск всех заболеваний которые могут вызвать